МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это ОМСК «Здесь». Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Что рассмешило губернатора Назарова, когда он слушал президента в Кремле? Никому не нужный снег оставляют на магистралях и засыпают им детские площадки. 300 лошадиных сил, кожный салон и мощная аудиосистема. Почему омских чиновников до сих пор возят на люксовых автомобилях? И стоит ли рассчитывать на мобильные приложения, если вам нужно записаться к врачу, дождаться автобус или сходить в магазин? Пожалуй, главное событие недели в масштабах страны – послание президента в Федеральному собранию. Владимир Путин, говоря о том, как Россия будет строить собственное будущее, отметил, что в приоритете улучшение качества жизни россиян. Глава государства подчеркнул необходимые заботы о науке, развитии бизнес-среды, решение проблем экологии и борьба с коррупцией. Традиционно особое внимание президент уделил вопросу развития медицины, и в том числе в отдаленных населенных пунктах. Так уже со следующего года программа развития санитарной авиации должна охватить 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета. Прежде всего это Сибирь, Алтай и Дальний Восток. На проект развития санитарной авиации предусмотрено больше 3 миллиардов рублей. Кроме того, президент призвал чиновников не прятаться в своих кабинетах и идти людям навстречу. Во время трансляции с Большого Кремлевского дворца в кадр попал и губернатор Омской области. Что так насмешило Виктора Назарова, выяснить не удалось. После возвращения в Омск с прессой он общаться не захотел. Впрочем, на этой неделе Омск прославился не этим. Президенту Путину в пятницу рассказали про отмененную в регионе рок-оперы «Иисус Христос» суперзвезда, напомню, в октябре этого года из афиши музыкального театра как постановку убрали после протестов православных активистов. По мнению актеров Петербургского театра, Омск был исключен из их гастрольного графика по решению местных властей. Чиновники настаивали это решение самой труппы. Телеканал «Продвижение» одним из первых тогда рассказал об этой истории. Глава государства поинтересовался, по чьей инициативе рок-опера была отменена, присутствовавший на заседании министра культуры страны Мединской, и ответил, что он точно не запрещал. Владимир Путин поручил чиновнику разобраться в ситуации, отметив о недопустимости подобных явлений. Омские депутаты на этой неделе составили обращение к руководству «Газпромнефти». Хотят вернуть часть налогов от переработки сырья на омском предприятии в регион. Сколько именно, правда, неизвестно. Но, как говорят сами парламентарии, было бы неплохо повторить опыт других регионов, например, Перми или Нижнего Новгорода. Там нефтезаводы, входящие в структуру «Лукойла», при меньших в сравнении с омским предприятием объемах переработки, налогов платят в разы больше. Отправить свое обращение депутаты планируют до конца года в головной офис «Газпромнефти» и Госдуму. Инициаторы обращения надеются на положительный ответ еще и потому, что регион предоставил нефтезаводу значительные послабления в виде налога на имущество, сэкономив нефтяному гиганту около 2 миллиардов рублей в год. Вернуть деньги можно было бы, увеличив налог на прибыль. Пойдет ли на это «Газпром», станет ясно после встречи в Санкт-Петербурге. Ну а накануне на Совете директоров компании было принято решение до мая 2017 года не повышать стоимость переработки нефти в Омске, а значит денег в регионе больше не станет. А вот спикер законодательного собрания хочет новый служебный автомобиль. О машине для Владимира Варнавского можно узнать по заявке на сайте госзакупок. Согласно условиям лота, Toyota Camry должна быть новой с пробегом не более 50 километров. В кузов белого, жемчужного, серебристого или серо-бежевого цветов. Светлые оттенки авто теперь в моде. Также среди требований камера заднего вида, хорошая аудиосистема и кожаный салон. Мощность двигателя от 145 до 200 лошадиных сил. Цена не превышает порог в полтора миллиона рублей, наложенный премьером на покупку автомобилей для чиновников. Отмечу, что у спикера регионального парламента уже есть служебная Toyota и тоже белого цвета. Правда старая и уже 8 лет. Видимо, эта марка Владимира Варнавского вполне устраивает. Ну а губернатор Назаров по служебным делам ездит на Мерседесе S-класса 2011 года выпуска. В нем не меньше 300 лошадиных сил и стоит такой на рынке около 4 миллионов рублей. Мэр Вячеслав Двораковский пользуется служебной Kia Quartz 2013 года выпуска в люксовой комплектации. Мощность ее тоже около 300 лошадиных сил и цена на рынке от полутора до двух миллионов рублей. Скромнее спикер горсовета Галина Горст ее возит на автомобиле Ford Mondeo четвертого поколения стоимостью от 600 до 900 тысяч рублей. Ну а кому-то явно не до роскоши вернуть бы свое законное. Это и о дольщиках микрорайона Ясная Поляна. Правда, сделать это теперь будет еще сложнее и наверняка дороже. Банкротство компании-застройщика, которое и потенциальные жильцы домов, и само руководство Рокоса пытались отсрочить 6 лет, теперь неизбежно. Во вторник арбитражный суд Омской области отказал в продлении процедуры финансового оздоровления фирмы. На этом настаивал основной кредитор Рокоса – казахстанский АТФ-банк. Ему застройщик задолжал около 300 миллионов рублей. Долг планируют погасить, продав имущество компании, в том числе и недостроенные квартиры дольщиков, которые все ждут почти 9 лет. Люди надеются, что на их стороне окажется закон о банкротстве. Конкретно его седьмой параграф. Он ставит дольщиков в один ряд с кредиторами, и те могут рассчитывать на компенсацию. Однако эксперты считают эти надежды необоснованные. Если люди лелеют такую надежду, что они включатся в реестр кредиторов в денежном выражении и получат деньги, бесполезно. Говорят, есть квартиры. Извините, квартиры все были арестованы. На их рассчитывать нельзя, потому что если их перепродать по 30 тысяч за квадратный метр, можно выручить порядка 52 миллиона рублей. Ну, их поди продай, рынок стоит на сегодняшний день. К другим темам. Омск оказался завален снегом. В этом винят не только погоду, но и коммунальные службы. На дорогах снежные заносы, дворы многоэтажек в сугробах, в частном секторе они с человеческий рост. Это значит, весной жилье омичи опять затопит. Кто и куда должен вывозить снег с городских улиц и как это делают, на самом деле выясняла Ольга Качкурова. Аномально ранняя зима этого года. Снег выпал в регионе 6 октября. Стало и рекордно аварийной. За октябрь и ноябрь произошло около тысячи аварий. 41 человек погиб и больше тысячи пострадало. Практически каждое второе столкновение связано с плохим содержанием дорог. Полосы для движения сужаются из-за неубранного снега. И места для маневра у водителей становится меньше. Согласно ГОСТу, ширина полосы на городских дорогах не должна быть уже 3,5 метров. К началу календарной зимы нормам не соответствует большинство магистралей. На неочищенной от снега дороге водители интуитивно стараются держаться подальше от снежного вала вдоль обочины, считая этот участок самым опасным. Однако инструкторы экстремального вождения утверждают, бояться надо рыхлого снега посреди проезжей части. Попавшее сюда колесо, как говорят эксперты, закусывает. Оно начинает пробуксовывать, и машину может закрутить и отбросить на встречную полосу. Заснеженные дороги опасны и для пешеходов. Прошлой зимой на улице Омской под колесами пассажирской газели погиб 11-летний мальчик. Поскользнулся на неочищенном тротуаре. Снежный вал, остающийся после работы тяжелой техники, у остановок и на поворотах во дворы дорожники отбивают вручную. Малогабаритных снегоуборщиков для этого не выделяют. Они нагребут, как со всей дороги. Здесь вал гребня снега получается, и приходится выходить, потом чистить его самим. Иначе весной дома людей может попросту затопить. В таких случаях чиновники помогать не обязаны. В период, особенно резкого оттаяния, у нас идет подтопление. И потом уже начинаются звонки, вывезете снег, откачаете нам воду, да мы понесли тот ущерб. Хотя в 45-м решении конкретно прописано, что собственники жилья обязаны осуществлять эту деятельность самостоятельно. Из 500 тысяч кубометров снега на омских снегоотвалах всего 20-30 тысяч кубометров привозят частники. В местах продажи талонов на вывоз снега, без которых грузовики на полигон не примут, ни одного клиента. Очень редко частный сектор приобретает. То есть, может быть, у кого-то или снега много, или материальное положение получше. Вывоз одного кубометра снега обойдется в 40 рублей. Если заказать грузовик в управлении дорожного хозяйства, придется заплатить за транспортные расходы – 2500. Это если снега немного и везти недалеко. Порядка 9 тысяч будет стоить три часа работы спецтехники в частной компании. Чтобы сэкономить, снег сваливают где придется. Например, на пустырях возле строительных площадок. Или как в Амурском поселке, прямо на детской площадке. Это вот дерево, вот это вот, прям я не знаю, если ребенок в ту сторону полезет, упадет. Конечно, неприятно. Ну или с коляской, санками с этой стороны не подобраться. Штраф за такое нарушение доходит до 200 тысяч рублей. Но вот поймать нарушителя – сложно. А вывозить этот снег в итоге придется коммунальщикам. Решить традиционную зимнюю проблему власти планируют, закупив еще 62 уборочные машины. Ольга Качкрова и Александр Лысак. Омск здесь. До чего докатился общественный транспорт в Омске. Расскажем после рекламы. Не переключайте канал. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это Омск здесь. Двигаемся дальше. Пассажирских газелей в Омске уже в ближайшее время станет меньше. Суд признал недействительными транспортные карты перевозчика на нескольких популярных уомичей маршрутах. Мэрия договор на перевозку расторгла формально из-за необновленного автопарка и не установленных в машинах датчиках ГЛАНАСС. Перевозчик намерен подать апелляцию и уверен, что это решение мэрии негативно скажется на пассажирах. И этот пример не единичный. Чтобы разобраться в этой ситуации, а также понять, что ждет муниципальный транспорт уже в ближайшей перспективе, мы пригласили в нашу студию нового директора Департамента транспорта Омска Алексея Мартыненко. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Рад вас видеть. Алексей Владимирович, знаю точно, что сегодня вы к нам не на общественном транспорте, а вообще, честно говоря, когда последний раз на остановке приходилось стоять или ездить на автобусе, троллейбусе? В последний раз, ну, наверное, месяца полтора-два назад, в качестве экспериментов, когда еще работал руководителем восьмого пассажирского предприятия. Поэтому периодически старался как бы выезжать, чтобы понимать те условия и то качество оказываемой услуги, которые предоставляет пассажирское предприятие. И как оценили качество? Качество, в принципе, неплохое, но единственный момент, всегда есть замечание, на которое нужно обращать внимание, устранять и совершенствовать ту услугу, которую мы предоставляем. Мэрия решила передать муниципальным предприятиям довольно выгодные маршруты, 27 с января. В своем интервью, в одном из, да, вы говорили, что должны быть созданы равные условия для всех. А ведь эти маршруты, которые хотят передать, частники конкурса на них выиграли. Получается, не совсем все равно. Вы как-то уже планировали это решение отменить или пересмотреть? Нет, решение мы это пересматривать не будем. Решение это принято еще в июне 2016 года. Частные предприниматели за 6 месяцев были уведомлены о расторжении договоров. Но я не согласен с тем, что вы говорите, забрать 27 маршрутов и передать муниципальных предприятий. Эти маршруты, которые на сегодняшний момент дублируют либо маршруты муниципальных предприятий, либо других коммерческих перевозчиков. Основная задача здесь стоит не отстоять интересы конкретных перевозчиков. Здесь самая главная наша задача, чтобы были учтены интересы жителей. Поэтому вот сейчас я считаю наиболее правильным и наиболее важным все-таки на тех маршрутах, которых предусмотрено, те маршруты, которые предусматриваются к отмене, чтобы там были перераспредены, либо компенсированы дополнительными маршрутами, имеется в виду автобусами, либо троллейбусами, и пассажир не пострадал. Многие говорят, что проще всего поднять стоимость проезда. Я считаю, что наоборот ее надо понизить, ну хотя бы потому, что в соседних регионах она не выше, а там доход людей выше, чем у МИЧ. Как вы считаете, что планируете сделать с ценой за проезд? Эта задача стоит перед транспортниками, сохранить стоимость проезда на уровне 22 рублей. Для нас сейчас основная задача будет не поднимать, скажем, не решать свои финансовые вопросы за счет пассажира. Наша задача все-таки пересмотреть экономику внутреннюю предприятий и стабилизировать работу предприятия, и направить ее в более эффективное русло. Ну это тоже примерно не меньше полугода, да? Ну я думаю, что это будет больше. То есть однозначно в ближайшие, наверное, до осени стоимость проезда однозначно не повысится. Это наша задача там, дальше будем исходить уже от ситуации. Но еще раз говорю, повышению стоимости проезда эту проблему не решить, потому что на сегодняшний момент нужно повышать качество обслуживания, а не стоимость проезда. Алексей Владимирович, спасибо большое, что нашли время, что пришли в нашу студию, ответили на эти вопросы, которые были очень актуальны, и не только для меня, думаю, для большинства мячей. Ваше мнение было, слушайте, интересно. Уверен, что задать вам вопрос лично хотят многие, и у некоторых это даже получится во вторник. Я знаю, что вы в Международный пресс-центр МКР Медиа на круглый стол собираетесь прийти, там будут и общественники, и перевозчики. Не передумали после нашей беседы? Да нет, не передумал. Еще раз спасибо, Алексей Владимирович, а мы продолжаем. А чтобы мячам было проще добираться на общественном транспорте, мэрия разработала мобильное приложение «Мой маршрут». Есть еще несколько новинок от регионального Минздрава и самих мячей. Отмечу, что горожане пользуются всеми возможностями своих смартфонов. Так, по данным аналитиков, мячей чаще всех сибиряков используют бесконтактные платежи в магазинах и кафе. Найти их, кстати, тоже помогает мобильное приложение. Моя коллега Алена Бензик протестировала местные разработки. Электронная регистратура в мобильном телефоне. Идея Омского Минздрава, призванная избавить горожана от очередей в поликлинике, оказалась несостоятельной. Приложения нет. Онлайн-запись к врачу доступна лишь через сайт Омскздрав. Осталось вбить номер полиса, дату рождения, записаться на прием и получить талон в регистратуре или в терминале. Но все равно придется отстоять очередь. Ну что ж, талон получили у нас в руках, значит, можно сказать, приложение работает. А самые дешевые лекарства можно найти через приложение в аптеке. Правда, здесь цены только тех фармацевтов, которые захотели разместить информацию. Самый дешевый аспирин в километре и трех метрах за 79 и 12 рублей на декабристов. Что-то тоже далековато. Давай посмотрим ближайшую аптеку, сколько там стоит аспирин. Так, ближайшая аптека находится в 320 метрах от нас, на Масленниково. Мне кажется, что есть и поближе. Давай посмотрим, сколько там стоит аспирин. Скажите, пожалуйста, самый дешевый аспирин. Сколько у вас стоит? Пять пятьдесят? Пять пятьдесят? Всего? Программы «Мой маршрут», разработанной мэрией Омска, довольны не все из 50 тысяч пассажиров общественного транспорта. Проверяем сами. Ближайший автобус. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, пишет 69-й. Будем ждать. Две минуты. Двойка должна прийти по расписанию через две минуты. Семьдесят восьмой. Его вообще в расписании нет. Семьдесят восьмого. Но где же долгожданный маршрут номер 69? Он пришел. Но он пришел с опозданием в одну минуту. А вот приложение, созданное не по заказу властей. Фуд-чек сканирует этикетку продукта и ищет в нем вредные добавки. Давайте попробуем протестировать ваши продукты на пищевые добавки. Так, доставайте какой-нибудь продукт. Будем... Давай, вот сыр. И в первом же тестовом продукте находим подозрительные пищевые добавки с индексом Е. Красители, консерванты или усилители вкуса. Для чистоты эксперимента предлагаю взять совсем какой-нибудь ненатуральный продукт. Например, чипсы. Поймал. Пищевых добавок не найдено. Абсолютно натуральный продукт. А вот качество мобильного приложения Геоквест оценили на всероссийском уровне. Участникам предлагают найти на местности ответ на вопрос по истории города. Например, нужно отыскать здание со старого снимка. Так это музей в Рубелево. Похож. Может, корейский корпус? Нет, не то. Что за здание? Не знаю. Что-то знакомое, но я не знаю. Ну вот оно. Нет? Думаете? Ну, конечно. Похожи, да, кстати. Ну, здесь три этажа, здесь два. Ну, может быть, один в подвал провалился. Настя. Действительно, полезных приложений в Омске создали немного. Зато разработчики преуспели в сфере мобильных развлечений. Вероятно, на играх можно заработать больше. Алена Бензик, Константин Демиденко. Омск. Здесь. Скандал в правительстве. На этой неделе стало известно, как региональные власти собираются модернизировать подконтрольные им средства массовой информации. Утечка, видимо, не на шутку раздосадовала авторов проекта и губернатора, который уже успел поставить визу на документах. Особое возмущение вызвал пункт о ликвидации «Омской правды» старейшего регионального издания. Ему в марте следующего года исполняется 100 лет. Объясняться пришлось начальнику управления информационной политики. В результате чиновник только еще больше запутал ситуацию. Возможно, допустим, реализовать часть акции. А возможно, ну не знаю, а хотите давайте вообще коллективу «Омской правды» за один рубль продадим? И посмотрим, вы же ли «Омская правда» в целом или нет. Стоп, коллеги, опять, это всего лишь проекты, планы гипотетические, которые, возможно, будут проработаны. А возможно, нет. Сейчас небольшая реклама, после которой узнаете, сколько можно срубить, торгуя новогодними елями, и какой алкоголь предпочитает Амичи. Амичи Редактор субтитров А.Семкин Радио Сибирь. 103,9FM в Омске. Главная городская елка в этом году будет искусственной. Лично у меня это вызывает разочарование. Все-таки символы праздника должны быть настоящими. А вот Амичи смогут купить себе душистое дерево. В регионе заготовят 44 тысячи сосен, елок и пих. Цена их, к слову, с каждым годом растет. Появляются и желающие заработать. Мой коллега Дмитрий Ковалев пообщался с предпринимателями и выяснил, сколько они планируют срубить на праздники. Накануне Нового года в Омске елочная лихорадка. Коммерсанты в первый же день аукционов выкупили самые прибыльные места. Браконьеры вырубают молодняк, чтобы торговать с колес, а жители деревень пилят в лесу сосны, прячут их во дворах, чтобы потом выменять на спиртное. Такие горе-бизнесмены легальным продавцам не конкуренты. На этом рынке выживают только опытные, считает Дмитрий Филиппов. Он продает новогодние деревья уже 8 лет, знает, где купить и где продать. Например, в этом году от омских сосен он отказался. Глядя на товар, который предлагали здесь, решили привезти из Челябинска, из тайги, хорошие зеленые сосны. Будем работать, бизнес сезонный, ну очень интересное, приятное общение с людьми. Заработать удается, конечно, ну в разумных все пределах. Чистая прибыль за месяц около 100 тысяч рублей. С каждым годом спрос на живые сосны понемногу падают, а цены только растут. Дешевле всего обойдется так называемый новогодний букет. Пучок сосновых веток стоит всего 50 рублей. Сосна до 2 метров минимум 350. Выше 2-х уже 500. Пихта еще дороже. Небольшое дерево будет стоить все те же 500 рублей, то что повыше около 1000. Ели в этом году на новогодних рынках практически нет. Дерево, которое быстро осыпается и сохнет, не пользуется популярностью омичей. В городе определено 105 мест для торговли зеленым товаром, а в центральном округе их всего 10. За право продажи здесь нужно побороться, выиграть аукцион. Кроме товарной накладной нужно получить еще с десяток документов от контролирующих органов. На месте их обязательно проверят чиновники и полицейские. Заработать больше пытаются черные лесорубы, но они рискуют не только выручкой, но и свободой. Треть всех осужденных в области за незаконную вырубку леса получают реальные сроки. За молодыми пихтами и елями пристально следят полиция и лесная охрана. Единственный легальный способ купить большую партию новогодних деревьев в лесхозе. В этом году мы планируем где-то около 3000 елок продать. Сейчас у нас проведено уже 1200, должны на следующей неделе завести 600. А вот Сергею Барышникову разрешение на рубку не нужно. Десятиметровое дерево уже 30 лет растет на его дачном участке. Теперь мужчина решил продать, пожалуй, самую большую и самую дорогую в Омске ель. Вам не жалко с елкой расставаться? Жалко, очень жалко. Ну, что сделаешь? Деньги хорошие, если дадут, как бы за битценок я ее точно не отдам. А если хорошие деньги, на стройку пойдут. Цена шокирует. 100 тысяч рублей. Но покупатель найдется, уверен Сергей. Не в этом, так в следующем году. Кстати, через год ель может подрасти еще немного. И продать ее можно будет еще немного дороже. Дмитрий Ковалев, Павел Ходынский и Александр Лысак. Омск здесь. А вот на шампанское Минфин предлагает поднять акцизы. Не на российское, а на импортное. Впрочем, уже сейчас этот напиток у мечей на новогоднем столе не самый популярный. Выбирают покрепче. Насколько повысился градус предпочтений, и что горожане будут наливать в свои бокалы и рюмки в новогоднюю ночь, узнала Тахминат Инысова. За месяц до Нового года омичи сметают с полок магазинов не шампанское. Если в декабре прошлого года этот напиток был самым популярным, то в этом году, по прогнозам экспертов, самым продаваемым алкоголем станет водка. На втором месте пиво, на третьем вино, затем коньяк и ликер. Спрос на игристый напиток магазины стимулируют с помощью акций. Пик продаж ожидают во второй половине декабря. Градус интереса к крепкому алкоголю повышался лишь накануне праздников. Всего за прошлый год омичи выпили 6700 литров водки, потратив на нее почти 2 миллиона рублей. На 600 тысяч меньше ушло на вино, зато выпили его больше – почти 10 тысяч литров. Самым популярным по итогам прошлого года стало пиво. Больше 8,5 миллионов рублей было заплачено почти за 120 тысяч литров пенного напитка. В пересчете на одного жителя региона получается, что омич за год выпивает 3,5 литра водки, 5 литров вина и 60 литров пива. К слову, пить в Омской области стали меньше. В рейтинге, который ежегодно составляет федеральный проект «Трезвая Россия», регион поднялся с 29-го места на 24-е. При исследовании учитывали число жителей, стоящих на учете в наркодиспансерии, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и смертей от отравления спиртными напитками. Самыми трезвыми регионами России уже несколько лет остаются Кавказские республики – Чечня, Ингушетия и Дагестан. А самые большие проблемы с алкогольной зависимостью – в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Коми. Ну и заканчивая программу, Омская сеть Госаптека решила продавать бюджетные презервативы – три штуки за 15 рублей. Директор оптичной сети заявил, стабильную экономию получат школьники, студенты, многодетные и малообеспеченные семьи. Не задирать стоимость контрацептивов, считает Игорь Богдашин, позволят минимальные затраты на рекламу. А может, это она и есть? Тогда страшно подумать, кому еще предложат презервативы их производители. Не скучной вам недели, увидимся на телеканале продвижения.